Книга «Открытым оком», 11-й том. Тема «Монашество». Вопрос 2414. Почему Бог не дал знак Антонию Великому, что монашество ему не угодно? А также других великих монахов, почему Бог не обличил, хотя мы читаем в житиях, что Бог говорил с ними? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Мы никогда не узнаем, давал ли Бог Антонию Великому знак какой, потому что писали стилизаторы, убирали из жизни святых, что им казалось соблазнительным. Такой знак был дан Пахомию Великому, когда Бог показал ему ров, и там на дне в темноте бились лбами монахи. Достаточно, что один раз оглянулся человек и стал соляным столбом. Не на каждом же шагу нас столбы превращать. Нам достаточно помнить о том жутком примере. Евангелие от Луки, 17 глава, 32 стих. Вспоминайте жену Лотову. Почему ни одному монаху потом уже не было таких видений, как Павлу? Почему к ним не приходили в видениях китайцы, индийцы, чтобы призвать на проповедь их? Деяния апостола, 16 глава, 9 стих. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». Бог назначил путь возрожденному человеку служить ближнему, а не прятаться за стенами. Чего же еще искушать Бога и ждать новых его откровений? Псалом, 62, 12. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. И сказал им «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Поверим, что никого из монахов лично Бог не обличал и говорил с ними. Но о чем тогда Иегова говорил с нарушителями его святой воли? Когда мы читаем Библию, то всегда Бог говорит об исполнении его повелений. Они исполнителей приравнивают к самым настоящим идолопоклонникам и колдунам. Первая книга царств, 15 глава, 23 стих. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Бог обличает нас не через голос, а через слово свое вечное. А потому и нужно искать против монашества обличений Божьих в Библии, а таковые на каждом шагу. Потому что монашество в том виде, как оно заперлось за стенами, обличается сотни раз в Новом Завете. Проповеди глаз по всей Вселенной подобен шуму многоводных рек. Кто делателем перебил голени? Кто принял на себя за изуверство грех? Свободы, дар и выбор сей свободы, заложены в раю в самом творении. Определи себя, признавши годным, куда ковчег души твоей накренет. Но как уверовать без слышания слова? Как собираться жать, когда не сеял? Ни невода, ни сети для улова нет и вождя по чину Моисея. Посланники орлы в иные страны на разных языках весь понесли. За семь столетий до страниц Корана уже отвязывались для Христа ослы. Не заградить потока и истока. У рыбаков зло снасти рвут из рук. Неисчислимы силы против Бога. Епископа копье и четок кнут. Замазали богослужением длинным, перекликанием заблудших клеросов. На вееры пустили два крыла орлиных, и пестуют ночных и хищных сов. Но где-то в стороне, в середине свалки, пробился ключ, потек и зажурчал. Как бросились совать в колеса палки, сенот очнулся, волком зарычал. Сказали бы с апостолом и старца, что рады мы, да как бы не трубили. Мы рады проповеди от младенцев, старых, да лишь бы все скотомогильники ожили. Сей, не смотри на облака, погоду. Защитники и стражи не дремлют, на готове. Преодолей препятствия, даже не знай броду. Исполни духа глаз по слову Иеговы. 23 ноября 2004 год. Игнатий Лапкин.